Привет! Сегодня мы будем варить металл толщиной 1 миллиметр. Значит для того чтобы обеспечить и полную глубину провара, но в то же время не прожечь прожег, я возьму электроды диаметром 2 миллиметра, снижу силу сварочного тока и начнем варить. Обратите внимание, когда вы будете выполнять сварно-шоу, тонкий металл сплошным варить очень сложно, поэтому нужно будет делать небольшие прерывы. И для того чтобы у вас не было пропусков в металле, если вы хотите все-таки проварить сплошняком, то не забывайте, что в тот момент, когда вы оторвали дугу, нужно будет электрод вернуть в то же самое место. И в то же время, когда вы отрываете дугу, нужно добиться такого момента, чтобы сварочная ванна не закристаллизовалась, потому что если уже застынет металл и вы будете туда добавлять электрод, вы будете варить сверху шлака. Тогда нужно остановить процесс сварки, обить шлак и продолжить сварной шоу. Итак, поехали! Ну а дальше я проварю шоу уже с отрыва дуги. Глаза! Итак, вы видите, вторая часть шва проварена с отрывом. Самое главное, помните, что вы должны контролировать сварочную ванну. Если вы чувствуете, что металл все-таки не плывет и не будет выполнен прожог, то вы можете немножечко и задерживать, не обязательно прерывать каждую секунду. То есть, можете пройти вперед, проходите. То есть, нет такого четкого правила, что вы должны прямо весь шоу варить с прерывом. Первую часть, как вы видели, я проварил без отрыва. С обратной стороны мы видим полную глубину проплавления, поэтому шоу можно отнести к качественному. Сразу хочу обратить внимание, первая часть шва, то есть, начало первых 5 мм и последние 5 мм качество не учитывайте. Даже когда варят контрольные образцы, эти части обрезают. Как же все-таки добиться качественного шва от самого начала и до самого конца, я покажу в следующих выпусках. У вас сразу возникнет вопрос, какую же силу тока лучше выставить. Смотрите, я выставил 60 ампер, но силу тока я подбирал по своим ощущениям, потому что утверждать, точно ли выдает сейчас сварочный аппарат 60 ампер, либо не выдает, я не могу. И в любом случае эти показания могут немножко расходиться. Я использую электроды 2 мм, S46 фирмы Monolith. Опять же, все зависит от производителя и не обязательно в вашем городе могут быть качественно продаваться электроды не обязательно этой фирмы. Просто я констатирую факт тех электродов, которыми я пользуюсь. Часто еще задают вопрос, как же приварить тонкий металл к толстому. Обращаю ваше внимание, что режимы должны быть такие же, как бы вы варили тонкий металл. То есть не нужно выставлять силу тока по толстой пластине. Очень часто допускают студенты ошибку, когда выставили режимы по пластине, которая толще. Вы таким образом просто спалите тонкую пластину. Вам нужно расплавить и сварить металл, который тоньше. Итак, поехали, попробуем сварить эту пластину. И еще раз напоминаю, мы варим в нижнем положении. То есть такое положение, когда у вас пластина лежит просто на столе, это положение называется нижнее. А тип соединения в данном случае нахлёсточный. Так обратите внимание, в данном случае у нас был тонкий металл сверху. И когда вы расплавляли металл, перенося его на более толстую пластину, вам было достаточно комфортно. Но если мы, например, наоборот, поставим толстый металл сверху, а тонкую пластину снизу и будем сейчас проваривать, то тут уже вероятность прожога очень велика. Поэтому прогревайте больше и находитесь электродом больше на толстой пластине, а переносите металл на тонкую. Глаза. 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 На сегодня, пожалуй, это всё. Дальше мы продолжим сварку в разных пространственных положениях тонкого металла. Не забывайте подписываться на наш канал и следите за обновлениями. Дальше будет больше.